а самая подлая вещь это ладно вы там эти самые ваши расценки вот деревья это такие деньги тысячи полторы две три пять тысяч за то чтобы из лишь искалечили деревья вот запоминайте друзья хоть много риторики но если вы хотите омолодить это дерево я всегда поражался чему вы хотя бы правильно решите 1 2 3 4 5 6 7 8 это не больше чем 10 лет неделю она молодое к нему подходить нельзя нарисовали прекрасное дерево нет ну вот почему не возненавидели именно плодовые ветки зачем их нахрен убирать то зачем плодовое то на молодом десятилетнем дереве ведь кто-то фантазии на сколько был богат он даже не ведут что творит а потом 5000 чтобы дерево которым 23 средств из увечий тут пожалуйста сейчас мы вам специалисту пришлем получается что один вред от вас а эти то выйдут такие же которые знают что раз два три четыре пять шесть семь восемь девять видов веток на мой взгляд самых ценных нет надо уничтожить ну у десятилетнего дерево оно еще не грето это а почему я сказал запоминайте когда дойдет вот но это дерево не годит чтобы показать было 30 лет ну тогда бы еще ладно я даже вот на омоложение да вот тогда раз пол дерева даже просто вот так вот снести взять вот верхнюю полную жик вот как сергей делают вот уже а это есть и никуда от этого не деться стареют до обложение то 234 года молодости а потом уже под топор это горько лучше бы нарослом я не хотел этим заниматься понимаете не хотел земли то в сибири нету а самое интересное да они от этого спасите читайте это тимирязевка видите вот это видите это их материал он абсолютно правильный вот это вот написано знаете здесь написано глюкоза давайте покажу внимание глюкоза корни побеги лист работает таким образом чтобы а глюкозу подать корням глюкоза нужна грибам она нужна бактериям нужно вы не поверите даже червям нужно глюкоза это для них примерно как для нас но она есть кстати чуть не сказал сахар отрыжить сахар вот сахар сахароза и побеги им тоже она нужна и мало кто если бы студентам сказать им даже не заметили почка вот она вот она почечка ей надо вырасти и на следующий год превратиться в плоды или в такой же листик нельзя ее отрезать понимаете вот как этих самых нельзя 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 каждая ветка цена каждая почка и если режем только самый крайний случай друзья чтобы меня уже сам себе не противоречил прижать дерево к земле иначе его снесет ураганным ветром оно же слабенькое оно же прививка это вот ломается только так от ураганного ветра к земле прижать чтобы часть его находилась под снегом ведь любое дерево которое отсиживается хотя бы один ярус под снегом 100 градусов мороза ударит на какой-то год с космоса там есть такое понятие это космическое охлаждение когда долго много-много дней не нету этого нету они имеют определенную температуру облака так еще служат защитой от солнечной от радиации часть радиации передается как холод а если долго недели две три и вот как есть такое понятие арктический космический холод причем даже средних широт вот чтобы этого не случилось существует снег и пусть там будет пятьдесят шестьдесят пусть будет однажды под москвой семьдесят градусов там много беда натворить но пройдет это придет весна а дерево живо нельзя делать а дальше я вам еще покажу опять эти долбаные еще ниже будет чтобы сделать штаб искусственный а это я сейчас от двоих говорю выжил то же самое я сейчас с утенков пробежался по его сайту ведь то же самое ладно кое-что пропускаю вот пожалуйста дарю наука постулат железов для науки существует прямая зависимость между площадью листью и суммарным урожаем и не обольщайте что искалечное дерево дает урожай нужны вы ему это с этим урожаем им нужно семен побольше дать и быстрее признак приближающей беды и если когда-нибудь отменят дебильную школьную биологию и начнут учить детей настоящей науке дебильная это не это самое это поверьте не малейшего преувеличения дебильнейшая дебильней ни один из них из миллионов даже в будущем ранге академика не усомнится то есть вот все что я сказал перевести в учебники перевести может быть даже фильмы показывают детям даже вот эти же самые ведь они же сразу поверят в это что понимаете они поверят в то что листья это и будущее деревья эти самое яблоко оторвал лист минус яблок ведь под листом почка почему они этого не знают что лист кормит вот эту почку я вот понять не могу это какие класть дураки пришли дебилы пришли они не знают что вот это вот лист кормит вот эту почку сами нарисовали сами ведь если вы отрежете до десять процентов десять процентов назовем это от площади листа будущей правильно просто осталось поверить и школьники поверят тогда мне поверят латинкову поверят тому кто нам поверил то есть будущим учителям вот чеку помните выше что этот парень будет этим биологом но уже не традиционно там слов видели какой вы что думаете вот летом этим прошу кричу ну ты че соседка с ума сошла режет угадать с одного раза отговорил я или нет я не стал кричать я по хорошему говорил я не знаю как зовут мы только кивком головы вот так вот все вот до сих пор вот прошли прошли годы вот наш забор вот такое бывает даже в деревне вот такое бывает все не знаешь ничего и когда я сказал ну пожалуйста не режьте в деревья во первых они уже не установятся вы видите уже это первая половина лета нельзя нельзя резать вот смотрите вот так делал вроде как дураков без вас хватает сосед научили вот же как можно это вся страна на маяде самые тысячи тысячи к одному развелось этих ой сколько их сейчас этих каналов и все только ничего не умеют а тут так просто растет вниз отрезов растет вверх отрезов растет внутрь отрезов и даже перекрещившие ветки не трожьте я сколько я их наблю специально хожу вот трутся да мозоль и та жива и та жива ни разу в жизни не видел что а перекрещившие ветки тоже уничтожают а еще раз каждая ветка это будущая листья почки это будущего и эти уничтожают да вы хоть раз найдите чтобы от этого вот эти вот вот эти вот отсохли в сибири трутся 37 лет ни одной не нашел они только увидят вот так вот все сразу не важно такая будет рано остаться вот потому что обрезка на кольцо освещена великими именами как мне в трубку кричал какой-то старик как вы посмели обрезка на кольцо освещена этими великими именами а я как вспомню это самое тот самый фильм когда знаете как там было сейчас скажу ага идет фильм тех советских ядреных таких кондовых молодой перспективный парторг завода воспользоваться тем что директор завода это может давно не видел может повторяли нет директор завода тракторного взял куда-то уехал додолго дает команду быстро развалить цеха и строить по-новому возвращается директор какой там план какие там эти все развалины вот вот хороших этих вот же молодых ученых привлек все правильно этот парторг завода вот талантин все вот только вот директор не вовремя вернулся ходит и говорит чуть не по морде этому парторгу говорит запомни запомни кто это самое опаснее дурака дурака говорит дурак с инициативой вот эти вот тысячи этих как этих этих самых каналов которые отправить вот вот